всем здравствуйте и сегодня у нас с вами вот такие замечательные люпины этот букет мне понравился тем что здесь есть и розовые и фиолетовые там вот вдалеке голубой даже люпинчик и начинаем мы заливки фона если это акварельная техника то по сырому фон я решила залить потому что он более ровно ложится потом бывают такие растеки очень интересные подмачиваю листик или же можно уже в процессе нанесения фона этого бежевого пигмента и сепии тут немножечко есть и охры в процессе достаточно обильно смачиваю лист делаю это широкой кисточкой а вот теперь более детальная проработка тоненькой кисточкой это синтетика троечка вот сначала листву потом тут же набрасываю цветочную массу вот этот вот изогнутый такой люпин который изгибается на зрителя очень интересный делаю стебель очки вот концу грозди вот если внимательно рассмотреть цветок люпина то у основания вот этого соцветия такие цветки вот эти миленькие из которых состоит соцветия они более яркие более насыщенные покрупнее а к концу соцветия цветочки побледнее помельче и на самом кончике даже с таким зеленоватым оттеночком белозеленые даже если люпинчики разные у нас по цвету да и розовые фиолетовые синие то на конце соцветия как правило если соцветия еще окончательно уже не не облетает не отсвело на конце соцветия еще не распустившиеся цветочки они имеют такой белозеленоватый оттенок такой нежный нежной зеленью и поэтому вот я накидала здесь в конце соцветия пятна розовенькие а потом жесткой кисточка немножко их протерла прям практически до белого цвета сейчас я намечаю такую сине-фиолетовую гроздь очень мне напоминает это гроздь виноград конечно не крось это соцветие но так вот по ассоциациям а вот сейчас протираю как раз вот беленькие места на конце соцветия цветочках да потому что они белые белый белозеленые еще не созревшие как бы вот на самом кончике находятся у люпинов уплотняю фон чтобы было больше контраста чтобы вот эти вот белые цветочки они выделялись а то на вот таком светло-бежьем фоне не очень выделяется а также зеленую массу вот сейчас даю на заднем плане более активно более плотно более темным тоном для того чтобы опять передний план выделил выделился более светлым да и чтобы вот эти листочки люпинов которые вот совершенно необыкновенные напоминают мне вот что-то такое южное с пальмами такие ассоциации есть люпин он вообще неприхотливый цветок растет где хочет даже почти практически как сорняк настолько он удивителен и вот и декоративен и своими вот этими соцветиями которые бывают от темно-бордового до нежно-сиреневого цвета особенно вот этими цветами листьями которые вы знаете когда роса или когда дождик даже внутри вот этого как бы листика до состоящего из многих листиков срочных серединке вот капелька такая вот росы или дождя тоже очень интересно если вот это вот порисовать более приближенном варианте то есть покрупнее взять тоже будет очень здорово я сейчас еще сильнее протираю места светлые и фон уплотняю чтобы вот это вот розовое соцветие которое изгибается на зрителя выделить поконтрастнее посильнее вот детализирую уточняю где-то край край не должен быть рваном не должен быть таким пушистым ватным на переднем крае на переднем плане край должен быть контрастным жестким тающий край может быть на дальнем плане и это подчеркнет вот такую вот перспективу воздушный уход на задний план переднем плане конечно приветствуются всяческие контрасты вот как и и вот в сиреневом соцветии я сделала сами цветочки вот с этими фиолетовыми вкрапинами достаточно активными потому что если рассмотреть цветок люпина у него на конце цвет становится более интенсивным если просматривать каждый цветочек в отдельности то в конце цветочка цвет как бы собирается вспыхивает делается более насыщенным более темным более ярким вот это вот гроздь она такого голубоватого оттенка находится на дальнем плане поэтому вот сейчас прописываю зелень зелень заднего плана а вот это соцветие тоже делаю вожу такие голубые оттеночки он такой нежно-голубой вот этот вот цветочек это соцветие вот опять работаю широкой кисточкой заливая фон более плотно чтобы контраст был достаточной чтобы выделить вот это вот нежно-голубое соцветие ты дальше внизу такие зелено-земляные цвета а сверху и более теплые фон ввожу вот сейчас протираю протираю жесткой кисточкой те голубые цветочки это листья которые находятся в глубине самой тени и поэтому у них возможен вот такой цвет достаточно темный и сейчас буду писать соцветие такое самое контрастное такое синий фиолетовая яркая это так немножко закрученная вот люпины мне нравится тем что садовые конечно вот те ухоженные люпинчики растут прям в рядочек прям солдатиками стоят тоже очень красивый а эти такие дикие люпины которые так и сяк цветок согнулся и вот как будто ветер их так трепанул и они в разные стороны вот мне очень нравится вот эта естественность природность в эти отдых потому что это все-таки не картина скорее это этюд на написание вот эту работу у меня ушел один час я сжала видео до 15 минут чтобы так было не очень маятно смотреть вот зелень прописываю на дальнем плане просто массой зелено-коричневая масса на дальнем плане там в глубине и немножко с правой стороны делаю более темным фон опять же чтобы создать контраст между соцветиями и фоном чтобы выделить соцветия вот эти светлые с левой стороны вот это вот синие соцветия оставлю на светлом фоне потому что и так тут контраст достаточно сильно темная на свету а соцветия с правой стороны они у меня светлые и поэтому фон будет темным чтобы создать максимальный контраст вот тут потекло немножечко акварель такая техника с ней надо капельку ловить все время смотреть так чуть задевался потекла 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 по работе капли и уже немножко иногда впечатление опять же вот у сиреневого соцветия протираю светлые места и у голубого соцветия тоже светлые места протираю в идеале кисточка должна быть жесткой но у меня к сожалению был собой жесткий свет клод какой писала кистью трешечка синтетика кругленькая ну такой и общем протираю бумага у меня хорошая позволяет протереть почти добила и в то же время если высыхает то хорошо держит свет поэтому всем акварелистам рекомендую не экономить на бумаге уж краски какие вы уж сами возьмете отличие дешевых красок от дорогих основное отличие это светостойкость то есть если вы возьмете хорошие краски даже не обязательно импортные у нас прекрасный производитель наших красок кто пишет акварелию знает что это за производитель то картина у вас на стене проживет гораздо дольше да и не меньше и не хуже чем масло будет себя вести на свету вот сама проверяла светостойкость очень очень хорошие качественных красок и вот эта школьная акварель выцветает в ноль к сожалению особенно не стойки к выцветанию теплые цвета это красные оранжевые желтые проводила такой тест на южную сторону на окно прям приклеивала тест полоски то есть выкраску делала всей палитры и у дешевых красок за полгода нахождение на светлой стране ну правда там прям вот солнце палит это конечно такой тест жесткий но тем не менее этот эффект может не за полгода быть достигнут а есть просто на стенке работа висит а там за три года но с тем не менее это будет так вот теплые цвета выгорели в белый лист в ноль а у качественных красок нашего производителя цвета все сохранились прям вот по заявленной светостойкости не советую брать одну звездочку они выгорят но а начиная от двух звездочек и 3 максимальная цвета не выгорят то есть астана останутся прям такими же насыщенными как и в тот момент когда вы писали ну вот подходит к завершению мой этюд уплотняя зелень делаю последние штрихи вот высветляю какие-то места вот соцветия самого самого дальнего плана просто намечаю таким розовым облачком не буду там делать никакой детализации и это для того чтобы как бы углубить работу углубить перспективу вот несколько штрихов на дальнем плане и сейчас покажу что получилось просто фотография в конце видео фото работает люпины так что желаю всем творческих успехов не бойтесь писать не будете экспериментировать по посмелее не бойтесь испортить лист и стратить краску вот залог успеха это смелость в работе так что всем творческих успехов вдохновения мастерства